Это действительно возможность самореализоваться, показать свой накопленный опыт, достойно представить свой вуз. Также я хочу показать своим родителям, чего я достигла, потому что они вложили в меня не только много знаний, но и умений. Поэтому в первую очередь я хочу получить гордость моих родителей. Я иду удивить жюри. У меня очень интересный номер творческий. Я хочу сделать его современным, так как век нанотехнологии, технологии. И я хочу, чтобы это произвело фурор на зал. В первую очередь я иду с целью хорошо выступить и представить свой университет. Студент года – конкурс, который на протяжении многих лет объединяет на одной площадке лучших молодежных лидеров со всего региона. У каждого из них свои цели, свои мечты и ожидания от этого испытания. А потому здесь никогда не бывает проигравших. Творческое состязание для его участников становится очередной ступенькой, пройденной для того, чтобы показать себя, раскрыть способности и таланты. Именно в конкурсных этапах есть различные направления. Это и презентации, это и студенты делают видеоролики, это и интеллектуальные конкурсы. В целом оценивается успеваемость студента. Поэтому приятно осознавать, вот мы уже смотрели портфолио каждого из студентов, что молодежь, которая сегодня представлена, действительно лучшая. Всегда принимает этот конкурс тот университет, чей победитель был в прошлом году. Вот в прошлом году победила студентка Брестско-технического университета. Вот мы в этом зале. И хочется сказать, что конкурс интересный, нужный. Всегда очень интересно здесь проходят и номинации, и все соревновательные моменты эти необходимы. Потому что студент очень интересная натура и очень интересная личность. В этом году четыре вуза, а это Брестский государственный университет имени Пушкина, Государственный технический университет, Барановичский и Полесский, представили своих участников, а точнее участниц творческо-интеллектуального состязания. С первых минут девушки смогли показать, что долго готовились к этому этапу. И каждая из них достойна получить главный титул. Мне очень помогала моя замдекана, ей огромное спасибо за это. Я бы без нее не справилась. Интересно было, наверное, творческий номер ставить для меня, это как творческого человека, это наиболее интересный номер был. Ни для кого не секрет, что среди студентов бывают некоторые конфликты, недопонимания. Этот конкурс все-таки нас сплотил, потому что подготовка к такому конкурсу никогда не делается одним человеком. Это всегда команда, это всегда друзья, педагоги, которые мне помогают. И вот с некоторыми из ниже названных я действительно сблизилась. Вот это моя группа поддержки. К слову, именно Анастасии Гурпе в этот раз удача улыбнулась больше. Именно она была удостоена звания лучшей студентки Брестской области и почетного права уже совсем скоро представить регион на республиканском этапе состязания. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.